Киберспортивная команда Дагестан-77 готовится к очередным важным соревнованиям. Ранее коллектив уже становился победителем крупного международного турнира. Как сейчас киберспортсмены настраиваются на игру, узнала наша съемочная группа. Дисциплина и упорство. Как у представителей большого спорта, тренировочные сборы проходят и у киберспортсменов. В ноябре прошлого года команда Дагестан-77 стала абсолютным лидером в борьбе с ведущими командами на международном турнире. Призовой фонд составил 8 тысяч долларов. Сейчас ребята снова готовятся к чемпионату. В общем, я играю 4 года. Два из них в киберспорте и уже почти год в Дагестан-77. Мы вместе с командой нашли эту организацию и просто как-то так вышло, что нас подписали. Для нас условия здесь очень хорошие. Играют киберспортсмены в PUBG Mobile. Для того, чтобы добиться слаженной игры, ребята собираются в буткемпе. Здесь они проводят разбор ошибок. Такие встречи помогают наладить контакт. Делится тренер команды. Самое главное – это коммуникация между ними. То есть наладить коммуникацию между игроками, чтобы в будущем есть же офлайн-турниры, есть онлайн-турниры. То есть офлайн – это где они встречаются вместе все. То есть все команды на одной арене и играют. То есть и в дальнейшем для таких турниров, чтобы им легче было коммуницировать и с собой, и с другими игроками. То есть вот для этого и нужно. То есть также и чтобы они привыкли не только к игре вместе, а и к быту, к совместному. То есть чтобы в будущем не было каких-то недопониманий. Для ребят киберспорт не просто развлечение. Подход к играм максимально серьезный. Капитан команды делится, какими качествами должен обладать лидер состава. Капитан должен быть уверенным, решительным в своих действиях и постоянно не стоять на одном месте и изучать что-то новое для себя и своей команды. Перед турниром большая часть времени проходит за телефоном. Но ребята стараются играть не только в виртуальные игры. В свободное время они играют в футбол и наслаждаются дагестанской природой. Дагестан славится своими спортсменами в разных категориях. И мы решили, чтобы киберспорт тоже не отставал. Киберспорт тоже подтягиваем, чтобы он был на достаточно высоком уровне. И награды, такие же, как олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, были у нас и в киберспорте. С каждым годом киберспорт набирает все большую популярность. Геймеров по всему миру не сосчитать. Но чемпионами из них становятся лишь единицы. Джамиля Мутаева, Ислам Давудов, Вадим Шамхалов. Время новостей.